Всем пламенный привет и сегодня видео о косметических новинках, причем есть такие, которые я никогда раньше не пробовала и даже не знала об их существовании. Сейчас у меня на ногтях яркий неоновый гель-лак, причем несколько пальцев прокрашено другими цветами для того, чтобы всех вам продемонстрировать. Это лаки хамелеоны, кроме одного. Честно говоря, думаю, когда читала описание, что будет какой-то, знаете, вялый эффект, который надо рассматривать с огромной лупой или делать какие-то бешеные перепады температуры, чтобы он хамелеонил. На самом деле он работает постоянно и изменяется просто реально как хамелеон на 180 градусов. Сейчас у меня на ногтях вот такой вот гель-лак, который в тюбике выглядит просто мрачно-отвратительно, такого коричневого хаки цвета, темный, ужасно страшный. Я когда его достала, думаю, ну стопудово перепутали мне тюбики, я не могла такое заказать. На самом деле, когда вы его начинаете наносить на ногти, он превращается вот в такой вот офигенный розово-неоновый цвет на глазах. Причем, если теплая атмосфера, да, либо тепла ногтей, когда вы не мерзнете, ну обычная комнатная температура, то он вот такой вот ярко-розово, ну классный такой вот, очень девчачий летний цвет. Это у меня, кстати, в один слой. Если же начинается действие холода, либо я просто даже холодной водой начинаю мыть руки, он за долю секунды превращается в темно-коричнево-бордовый цвет. Выглядит это вообще нереально. Потом, когда опять руки у вас нагреваются, да, вот этот эффект холода проходит, он опять превращается в ярко-розовый. Чтобы это продемонстрировать, я несколько раз ходила, окунала руки под холодную струю воды, потом нагревала феном, чтобы побыстренько, в общем-то, эффект мгновенный. Второй оттеночек у меня нанесен всего лишь на один палец, и причем, когда я его тоже открыла в тюбике, здесь он ярко-фуксиного цвета. То есть очень-очень такой вот фиолетово-розовый ядрен вырви глаз с круглыми прозрачными блестками. Но когда вы его наносите в теплой обычной атмосфере, да, при комнатной температуре, он превращается в прозрачный. Вот у меня на этом пальце нанесен просто легкий такой прозрачный, блестящий и глянцевый эффект. И редкие такие вот чуть-чуть переливающиеся блестки. Но стоит охладиться ногтям, либо опять-таки в прохладной какой-то комнате, либо я окунала пальцы под струю холодной воды, и он превращается в ярко-красный. Потом по мере нагревания опять становится прозрачным. В общем, офигенная интересная вещь. Единственное, что это гели-лаки, то есть для того, чтобы вы смогли ими пользоваться. Нужна вот такая вот лампа обычная, и в моем экземпляре здесь есть кнопка включения-выключения и кнопочка таймера. Честно говоря, я таймером не пользуюсь, просто там держу где-то минуту, и они подсыхают. Но у меня закончилась жидкость для снятия липкого слоя, у меня была еще с прошлого набора, и поэтому мне нечем снимать этот липкий слой. И создается такое ощущение, что ногти не высыхают, палец прилипает. На самом деле это бесконечно можно держать в лампе, липкий слой надо снимать специальной жидкостью. Но я заметила, что в принципе он сам сходит на нет, буквально там в течение 20 минут. Если несколько раз пополоскать руки в воде, и я просто там, не знаю, занималась делами, и в общем-то он, видимо, куда-то прилип с концами. Последняя моя новинка из гель-лаков, нанесенная на безымянный палец, это не хамелеон, а вот такого пыльно-розового оттенка. Такого пыльно-розового, уходящего в красный. И фишка этого лака в том, что он магнитный, то есть должен быть вот такой магнитик. Я его заказала на том же сайте. И если его прислонять к покрытию, да, но не прилипая, потому что он вам будет снимать часть незакрепленного в лампе слоя, в общем-то просто вот так вот держать, то образуется рисунок такие полоски. Но мне показалось, что он слабоватый. Не знаю, может я что-то не так делала, но в общем я нанесла один слой, подносила, достаточно близко держала и вводила. И я очень-очень легкий эффект, практически незаметный глаз увидела. Поэтому мне кажется, если его заказывать, то только когда вам понравился конечный цвет, а не из-за полосок, потому что они достаточно невнятные. Следующая моя относительная новинка, это антицеллюлитный массажер. Относительно, потому что я уже достаточно долгое время пользовалась практически таким же аналогом, только произведенным в Китае, заказанным с неопознанного китайского сайта, неопознанного китайского производителя. У меня был на него обзор видео про избавление от целлюлита. И этот массажер визуально на него очень похож. Более того, совпадают даже все насадки, они абсолютно идентичны. То есть это те же самые 5 насадок, одна такая пальчиковая, с небольшими, не знаю, может быть по одному сантиметру пальчиками. С вот такими вот шариками пластиковыми. Для спокойного массажа, скорее напоминающего поглаживания. Но из-за того, что здесь есть легкая волна, именно поверхности, да, все равно есть небольшое будораживание ваших жировых отложений. Ну, либо где вы ведете, потому что одна часть сильнее вдавливает, вторая слабее. Вот эта вот насадка с тканью, как мне писали в прошлом видео, что это для массажа в первую очередь спины, шеи, там где у вас растут волосы. Это уже очень индивидуально, но суть в том, что обычная насадка может их цеплять, как-то накручивать на себя, и не дай бог выдирать, и вместо там эффекта расслабления вы получите какую-то болезненную эпиляцию. А вот это вот все дело помогает не захватывать волосы. Можно надевать на любую насадку. Ну, и последняя, непосредственно, которой я сейчас активнее всего пользуюсь, это антицеллюлитная. И у нее такие вот, не знаю, плоские макаронинки, как будто бы насаженные на палочку. То есть они вращаются, и теребят прям вот как бы очень мелко так все жиры, и после нее буквально за 30 секунд у меня уже очень красные конечности. У этого массажера есть большие отличия от китайского аналога, а именно, во-первых, производитель это Франция, но завод-сготовитель находится в Тайване, в то время как тот массажер был целиком китайский. Также здесь шла вот такая вот инструкция, очень подробно все здесь вот так вот разворачивается, и там и противопоказания, и все что угодно. Также в комплекте была вот такая вот светленькая косметичка, где можно все это дело хранить вместе с насадками. Вот эта именно насадка в китайской версии была пластиковая и гладкая, в то время как вот в этой вот французской версии или тайваньской, в насадке вот именно вот здесь вот эти вот шайбочки, они как будто прорезиненные. То есть они такие немножко шершавые, и они как бы вот очень плотно контактируют с кожей. То есть пластик он соскальзывает, а резина, она вот прям вот знаете, вот так вот тянет за собой кожу, ну и соответственно прям как будто вас щипает массажист. Также в отличие от китайского аналога здесь есть инфракрасный прогрев, то есть я так понимаю вот эта вот контурная лампа вокруг насадки. Очень сильно отличается материал ткани, потому что там была такая прозрачная шершава вот на этой насадке, напоминающая кусок чулка, причем такого китайского низкопробного. Здесь вот уже ткань напоминающая лосинки. Самое главное отличие это то, что эта насадка не останавливается при нажатии на тело. То есть китайская, она у меня просто либо очень легко нажимать, да вот так, и она вот параллельно с кожей крутится, хотя в принципе если приноровиться, тоже ей что-то можно было массировать. Это гораздо более мощно, и вообще по барабану к чему вы ее прижимаете, потому что она вот заминает просто все. Поэтому если ее сначала включить, а потом пытаться прижать к коже, это все равно, что ссывать руки под вентилятор, достаточно неприятно. И я только сначала прижимаю к проблемному месту, а затем включаю, и она вот начинает вот так вот пережевывать все ваши филейные части. У меня реально эффект на лицо, потому что вот мгновенно краснеет кожа, и я прям чувствую, как вот это место нагревается. И действует он в частности благодаря тому, что у него вот в этой части есть утяжеляющая какая-то штуковина, поэтому вам не нужно сильно давить. Поэтому вам не нужно сильно давить, достаточно просто поставить на какую-то оконечность, которую вы массируете, и он как бы сам вдавливает. И здесь вот есть такая дорожка мощности, от самой маленькой до максимальной. Я пользуюсь самой маленькой, и она очень мощная. То есть я даже думала, может, я что-то перепутала, может быть, здесь есть какая-то кнопочка, которая сводит на нет всю скорость. Но нифига, кнопки нету. Просто вот сам массажер с такой мощностью изначально, и даже если вот на минимальной скорости, то он очень сильно массажирует. Дальше немного косметических новинок. На лето заказала вот такой вот дезодорантик от Ariflame. Это дезодорант спрей. Я заметила, что самый максимальный эффект у дезодорантов сначала так вот по быстренькому, обычным классическим либо шариковым, либо стиком, и сверху на него спреем. Тогда получается классно. Плюс еще у меня всегда такой спрей лежит на работе, потому что я склерозница и грешу тем, что иногда забываю дома, когда тороплюсь на работу. В принципе, попользоваться дезиком, и в процессе бега на работу, я понимаю, что что-то со мной не так. И это понимают все прохожие, вот. Ну, в общем, я прибегаю, и у меня всегда есть дежурная штука, и я это могу себя привести в порядок. Матирующие салфетки, must-have лето. У меня есть корейские, литуалевские. Заказала Ariflame, и они кардинально отличаются от предыдущих. То есть они очень не похожи на те, что есть у меня. Во-первых, те напоминают либо прорезиненную бумагу, часть корейских, либо кальку обычную. Вот эти очень сильно похожи на обычную бумагу. То есть они вот с бумажной такой фактурой и обычные такие шелушащиеся. И они пропитаны какими-то зелеными крупинками. Либо то, что остается на коже, может быть пудра. Либо дополнительное какое-то абсорбирующее вещество. Ну, в общем, конечно, из-за зелененького цвета и вот такой вот шершавой бумажной фактуры очень воспринимается органично. Заказала свою любимую помаду от The One. Она многим очень сильно нравится в видео, потому что у нее просто потрясающий розово-такой оранжевый цвет, очень яркий, и она впитывается в губы. То есть это помада тинт, я бы сказала, потому что даже когда я ее полностью стираю, 5 раз ем, ем жирно, сладко, пью, то все равно губы остаются яркими, но вот практически на полдня. При этом она не сушит губы, то есть она сама по себе достаточно жирна, но эта серия позиционируется как без отдушек, поэтому сюда не добавлены никакие парфюмерные композиции, и пахнет она бабушкиной помадой. То есть, знаете, такой кремово-помадный аромат времен СССР. Немножко это может напрягать, то есть если вы любите, чтобы все вокруг вас было прекрасно, неважно какой ценой, вас вообще не парит, сколько там отдушек, главное, чтобы было вкусно, красиво, идеально, тогда вы можете придраться к этой помаде. Подлиняющая тушь для ресниц от Giordani Gold. Это, по-моему, четвертый или пятый мой тюбик туши, и хотя она заявлена как удлиняющая, она соответствует вообще идеалам моей туши практически. Сейчас она у меня на ресницах, и для меня у нее идеальная щеточка. Такая пластиковая-силиконовая в форме сортейки, не знаю, сплющенной с краев. У нее идеальная консистенция с самого начала использования, то есть она не жидкая, не густая, и она хорошо разделяет ресницы. Единственное, что есть со всеми тушами Арифлейм на моих глазах, это то, что они чуть-чуть отпечатываются, то есть они легко смываются водой, и когда у меня начинают жирниться веки, да, вот эта вот вся область, тушь потихоньку при соприкосновении с кожным жиром начинает подтаять, и частички туши там остаются. Из таких продуктов, которые я не очень поняла, это помада-карандаш для губ Power Shine, цвет у меня Pink Delight. В общем-то, выглядит она очень красиво, она вот так вот выдвигается, выдвигается, или точится, должна выдвигаться. Слушайте, может она у меня просохла? А может быть я просто очень плохо занимаюсь спортом, может даже не могу какой-то карандашик прокрутить. Ну, короче, я не знаю, как, не знаю, что тут можно нажимать. В общем, что-то она у меня ни туда, ни сюда. Что мне не понравилось, у нее очень красивый в тюбике цвет, такой розовато-персиковый, светлый, но в ней очень много перламутра, блесток, причем это не вот действительно какое-то офигенное сияние, это вот какой-то, знаете, эффект Ruby Rose, на мой взгляд. То есть я пыталась это нанести на губы, и вот при преломлении света она дает просто офигенно белесый металлический отлив. То есть он офигенный, в смысле очень-очень дешевый. Такое ощущение, что вы взяли перламутрового тени флёр за 3 копейки и обильно вот так вот прибили губам. То есть губы реально белесые, поворачиваешься другой стороной, они розовые. Опять какие-то металлическо-белые, опять розовые. Я вот сегодня хотела с ней снять видео, но не смогла, потому что у меня какие-то жуткие деревенские губища получились. Так как в последнее время стараюсь много внимания уделять бровям, заказала вот такую вот палетку теней для бровей. Здесь у нас два оттенка непосредственно тени, светло-коричнево-серый и такой потемнее. Но не прям сильно тёмный, скорее средний коричнево-серый. И прозрачный воск. Оттенки абсолютно матовые, что мне понравилось, что в них минимум рыжаны. То есть её практически нет. И такой очень явно серый пыльный подтон. Вот этот вот светлый оттенок подходит и блондинкам, и каким-то среднерусным волосам. Но оттенок потемнее, тоже не уходящий в чёрный, как любят делать там некоторые производители. Когда на большой площади это всё смешивается с цветом бровей, получается такой вот кавказский эффект кавказского мужчины. Ну и, так скажем, побаловаться. Обаловаться я люблю много, долго. Я заказала вот такой вот гель для душа с эффектом скраба. Очень здесь мелкие скрабящие частички, причём есть такие какие-то капсулки, которые должны лопаться, и обычный такой что-то типа сахара. Сейчас, к сожалению, у нас отключили холодную воду, поэтому не вариант мне всем этим пользоваться, потому что гели для душа смываются дольше, чем какой-то классическом. Аромат у него цветочно-мандариновый, ну такой не кислячно, там, не знаю, лимонный, когда бывает, знаете, нюхаете, и прям слюноотделение усиливается, потому что такой вот кислый, натуральный лимонный эффект. Жду ваших отзывов, запросов, пожеланий. Всем спасибо за внимание, всех целую. И всем пока!